Все знают, что для того, чтобы получить красивое и подтянутое тело, стоит хорошо постараться и поработать над собой. А если вы еще и хотите нарастить мышечную массу, то тут придется потратить еще больше времени и сил. Давайте разберемся во всем последовательно. Если вы тоще и желаете набрать мышечную массу, стоит уделять особое внимание питанию. А вот если у вас есть лишние килограммы, то тут стоит начинать с другого. Существует миф, что жир переходит в мышцы, превращается в мышцы. Мышцы – это мышцы, жир – это жир. Нужно в первую очередь избавиться от лишнего веса, при этом приобрести определенную технику, приобрести определенный навык работы с тренажерами, с упражнениями. И после этого, уже соблюдая питание, образ жизни, вы меняете всего-навсего нагрузку, вы меняете программу и начинаете уже работать на набор мышечной массы. Конечно же, тренер подбирает каждому определенный комплекс упражнений и количество подходов. Поэтому давать советы всем просто невозможно. Но мы решили узнать подробнее, какие тренажеры для каких групп мышц предназначены. Тренажер «Тяга горизонтального блока» направлено прежде всего на мышцы трапеции, мышцы спины и мышцы трапеции при разном весе, которые устанавливаются на этом тренажере. И можно формировать либо мышцы трапеции, делать их сильнее, либо делать их более-менее в тонусе. Этот тренажер используется как мужчинами, так и женщинами. Он гораздо эффективнее, чем много других тренажеров на спину. Здесь выполняется максимальное упражнение сведения лопаток, которое заставляет работать мышцы спины по максимуму. Тренажер «Сведение рук перед грудью» – это тренажер, направленный на развитие грудных мышц. Он эффективен тем, что здесь работает только грудная мышца, потому что в упражнении нет разгибания-сгибания руки. То есть здесь не действуются мышцы трицепса, как в жимах обычно используются. Здесь и грудь, и трицепс работает. А когда не меняется угол в этом тренажере, то есть работает только грудная мышца. Если вы хотите накачать мышцы груди, то вам следует выполнять 3-4 подхода по 8-12 повторений. А если вы хотите сбросить вес, то количество подходов увеличивается до 15-20 с высокой интенсивностью. Это упражнение можно выполнять по 3-4 подхода. Можно его выполнять в начале тренировки, можно выполнять его в конце тренировки. В принципе, оно эффективно в любом случае. Нужно выполнять 10-12 повторений, 3-4 подхода. А люди, которые пытаются сбросить вес, можно сохранять в этом упражнении количество повторений 10-12, так как оно увеличивает мышцы рук. Когда в спортзал приходят женщины, чаще всего они мечтают накачать ягодичные мышцы. И многие думают, что это можно сделать только с помощью приседаний. Оказывается, не совсем так. Нужно четко для себя понимать, что если генетически вам не было заложено вот этой вот идеальной формы, допустим, да, собранной аккуратной высокой ягодицы, то добиться ее будет очень сложно. И далеко не присед сформирует вам эту ягодицу. Скорее, это будут и изолированные упражнения, правильно построенный сам процесс, потому что очень важно в этой ситуации, чтобы упражнения были в том порядке, в котором они будут работать. Анастасия показала нам одну из составляющих частей комплекса для формирования красивых ягодичных мышц. Есть присед узкая постановка ног. В данном случае можно даже чуть-чуть носочки направить друг на друга. Таким образом, мы максимально сделаем нагрузку на внешнюю поверхность бедра, то есть квадрицепс. Он будет попадать больше всего в работу. При этом в узком приседе вы будете правильно уводить ягодицу назад, создавая для нее максимальное напряжение, и подворачивать ее вверху, то, соответственно, включится еще и ягодица, внешняя ее часть. Показываю. Мы садимся четко. Мы держим спину, корпус ровно. Если вы захотели поменять образ жизни, питание и начать ходить на тренировки, то лучше обратитесь к профессионалам, которые помогут вам в этом вопросе.